На фронте, друзья, очень тяжелая ситуация. Но отметим, что у вооруженных сил Украины есть успехи. Например, уничтожена вся штурмовая группа врага. Бойцы сил обороны не дали оккупантам продвинуться на тяжелейшем Покровском направлении. Также украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов. За прошедшие сутки, только представьте, произошло почти 150 боевых столкновений. Россия продолжает укреплять, к тому же, свои связи с КНДР. Вот Совет Федерации в среду, то есть вчера, одобрил закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. И давайте детальнее сейчас рассмотрим и ситуацию на фронте, и каким успехом Российской Федерации может привести сотрудничество оккупационной армии россиян с Сидзиньпинем, в том числе, ну и Северной Кореей, в первую очередь. Вот об этом сюжет, а после с военным экспертом Романом Светаном мы возвращаемся в студию, для того, чтобы детально все обсудить. Поехали. Украинские защитники продолжают всеми силами сдерживать наступ оккупантов. Бойцы сил обороны ликвидировали группу штурмовой пехоты российских оккупационных войск в Донецкой области. Бой произошел на Покровском направлении, одном из самых сложных и горячих участков на фронте в Украине. Уничтожить вражескую пехоту удалось воинам 5-й отдельной штурмовой киевской бригады. Тем не менее, ситуация на фронте остается сложной. Согласно сообщению Генштаба, за сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, а также 64 авиаудара, сбросив 146 кабов. Тяжелая ситуация на Лиманском направлении. Бои в районе Терны и в районе Ямполевки с угрозой выхода непосредственно как на сам Лиман, так и в дальнейшем на Славянск. Плюс тяжелая ситуация на Купинском направлении. Это бои в районе Кругляковки, Синьковки. Опять-таки, оккупанты будут использовать возможность продвижения вдоль речки Осколок, Славянско-Краматорской агломерации. Тяжелая ситуация на Часовьярском направлении, где оккупанты пытаются выйти непосредственно на контроль над трассой Н-32. Это основная логистическая составляющая украинских вооруженных сил. Но основная угроза – это попытки флангового охвата позиций вооруженных сил Украины на Часовьярском направлении. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях. Оккупанты с трех сторон атакуют позиции вооруженных сил Украины с угрозой создания оперативного окружения. Основная задача оккупантов – это перерезать опять логистику вооруженных сил Украины. Речь идет о возможности установления непосредственного контроля над трассой, соединяющей, соответственно, Курахово с Топорожской областью. По Покровскому направлению. Тут ситуация стабильно тяжелая, но дальнейшего продвижения оккупантов нет. Боевые действия продолжаются и на Курщине. Там тактические успехи вооруженных сил Украины. Речь идет о расширении зоны контроля в районе Суджи, на запад от Суджи. Успешный характер боевых действий в районе Плехова. И сами оккупанты отмечают тяжелый характер боев в районе Малой Латни. Все предыдущие заявления оккупантов об восстановлении контроля над данным населенным пунктом, как видим, не отвечают действительности. И 6 ноября украинские войска впервые нанесли удар по российской военно-морской базе в Каспийске в республике Дагестан, повредив несколько ракетных кораблей России. Удар был нанесен по местам базирования. Соответственно, Каспийской флотилии. Речь идет о ракетных кораблях Татарстан и Дагестан. И возможности поражения малых ракетных катеров проекта 21-631. По данным осин-разведчиков, на данный момент в Каспийске базировались до трех российских кораблей класса «Буян». Два корабля класса «Буян-М» и один корабль класса «Таранту». Кроме этого, речь идет о возможном поражении корабля класса «Караку». Тем временем Путин и Ким Чен Ин укрепляют отношения. Верхняя палата парламента России ратифицировала договор о взаимной обороне с Северной Кореей. Об этом сообщают СМИ государства-агрессора. Этот договор о партнерстве между Россией и КНДР был подписан во время визита впервые за 24 года диктатора Владимира Путина в Северную Корею 19 июня. Создана законодательная база, легитимизирующая присутствие военнослужащих КНДР на территории Российской Федерации. Еще раз подчеркну, несмотря на усилия Российской Федерации в моменте вовлечения КНДР, а речь идет о масштабировании войны в Украине за счет третьих стран, данная ситуация кардинальным образом не повлияет на характер боевых действий, как непосредственно на территории Российской Федерации, речь идет о Курской области, так и, соответственно, на линии боевого соприкосновения в Украине. Северная Корея сначала полномасштабного вторжения поддерживает российского диктатора и поставляет им оружие. Когда заявляется о том, что Северная Корея поставила порядка 8 миллионов снарядов для Российской Федерации, но данная информация не соответствует действительности, то есть такого количества артиллерийских снарядов ВПК Северной Кореи не в состоянии производить. И, соответственно, предположить о том, что 8 миллионов снарядов – это еще советского производства, опять-таки данная информация вызывает сомнения, исходя из того, что у самой Российской Федерации на складах охранения дома начало широкомасштабного вторжения за разными оценками было от 12 до максимум 15 миллионов снарядов. Это вся территория Российской Федерации. Опустошены ли российские склады с боеприпасами советской эпохи? Сможет ли КНДР улучшить ситуацию на фронте? Смотрите прямо сейчас. Прямо сейчас Роман Светан появляется в нашем эфире. Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в отставке. Роман, здравствуйте. Рад вас видеть, как обычно. Приветствую. Желаю всем здоровья. Давайте обсудим ситуацию на фронте. Вроде как на Покровском направлении наши силы обороны удерживают сейчас оккупантов от прохождения напрямую. Покровском, тем не менее, на флангах есть проблемы. Как вы видите обстановку, где опаснее всего? Пожалуйста, ваша аналитика. На Покровске действительно, после того, как подставили плечо, нацгвардия, нацполиция, то есть внутренние силовики остановили россиян. 5-6-7 километров в зависимости от направлений россияне остановлены на рубежах обороны. И до Покровска они на данный момент в той конфигурации, которая сейчас есть, они не дойдут. Ну, уже там это видно, эта ситуация. А вот они пытаются обойти с юга. Почему и брошены были силы, максимальные резервы, силы средства в сторону Селидова, для того, чтобы потом из Парцелидова с юга начать двигаться на Покровск, а можно даже заходить с юга запада через шахту Красноармейскую западную. То есть сначала туда попытаться перерезать трассу Павлограда, которая идет на Покровск, взять такое полуокружение Покровский наш гарнизон. Ну, это такие оперативные задачи, которые россияне сейчас с помощью мелких тактических ходов пытаться будут делать даже с максимальным российским участием всех сил и средств, которые у них есть. Это займет, ну, не один месяц, так это точно. Они сейчас пытаются более, с их точки зрения, более удобную цель достичь. Это выдавить наш гарнизон из Курахова разными средствами. То есть из севера пытаются наступать, пытаются подойти к Кураховскому водохранилищу. С востока, со стороны Маринки давят, со стороны Георгиевки. Ну, и с юга, особенно в последнее время, там такая гребенка уже образовалась. Три направления, которые россияне используют, начиная от Ясной Поляны в сторону Разлива и Константинополя. А это трасса с Запорожья на Донецк, которая идет через Константинополь на тоже Курахова. Ну, и с юга, со стороны, из-под Углидара. То есть еще есть пара направлений. Вот таким способом будут давить на саму Курахово. Покровск на данный момент пока по Покровску больших проблем не предвидится, имеется в виду разворачивание. А вот в основном все проблемы, которые будут, это будет Кураховское направление. Причем основная сейчас проблема для нас, это остановить движение российских войск к основной трассе Запорожья на Донецк. Хорошо. Роман, давайте поговорим вот еще о чем. Вот эти уничтожения украинскими дронами кораблей в Дагестане, Каспийское море. Вот сейчас несколько примеров приведу. А наши коллеги, я думаю, могут показать на экране вообще, что это произошло. Я напомню, что по информации, которую пишут местные СМИ, два корабля, которые предварительно один называется Татарстан, а второй Дагестан, вот были или частично повреждены, или же повреждены, ну не знаю, более сокрушительно, как раз в городе Каспийск. Все это произошло в результате ударов украинскими беспилотниками от главного управления разведки. Сообщается, что расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения порядка полутора тысяч километров. И, значит, там в этом пункте базируется ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М». И он оснащен комплексом гибкоавтоматической установкой «Дуэт» и другими комплексами ПВО. Но вот они не справились. Роман, пожалуйста, прокомментируйте. Все-таки вы к авиации имеете прямое отношение. Почему не справились? И вот, собственно, каким образом мы можем дальше использовать вот эти лазейки в российском ПВО для того, чтобы улучшить свои позиции в этой войне? Главное управление разведки и служба безопасности Украины взвалило на свои плечи тяжелую ношу. Так как в свое время наше ПВО под руководством ПВОшника не справлялось с авиационными задачами, как таковы. И тот ГУР сейчас показало, как, в принципе, можно было бы работать военно-воздушным силам на дальние расстояния. Это задача ВВС, это не задача ГУР. Но, тем не менее, из-за того, что не работали наши ПВОшники, ГУР это выполнило. Это самолет. То есть это самолет А-22. Их произведено больше тысячи штук уже за 20 лет. Большое количество таких самолетов, десятки, а то и сотни тысяч такого рода самолетов, находятся в мире уже на таких отстоях, в отстойниках. То есть они летать уже не будут по своим тактико-техническим данным, по недопущению их полетам. Их надо выкупать. Они стоят относительно очень дешевую цену. Там за 5, за 10, за 15 тысяч долларов можно такого рода самолеты закупать в мире, создавать из них беспилотники, начинять их взрывчаткой для выполнения масштабных задач. То есть для выполнения, ну, а так, по сотне летательных аппаратов. Но это ГУР не потянет. Со всем к ним уважением это не задача разведки, в этом смысле масштабирования таких ударов. Это задача военно-воздушных сил. То есть надо создавать целую бригаду, допустим, дальних стратегических беспилотников, ударных беспилотников Камикадзе. Чтобы занимались летчики, непосредственно инженерно-технический состав. Потому что это самолет, который должен пролететь полторы тысячи километров, допустим, а он может и две пролететь тысячи и больше, в зависимости от того топлива, которое он может с собой взять. Там есть определенная корректировка по дальности и весу топлива, и весу взрывчатки. То есть, а он висеть в воздухе, ну, допустим, со скоростью 150 километров в час, полторы тысячи километров, он в 10 часов летит. И вот эти 10 часов его надо держать в воздухе прямым управлением. В основном прямое управление – это оптимальный вариант. Или, допустим, по определенному маршруту и с определенными высотами. А это тоже довольно-таки проблематично. То есть это целый комплекс мероприятий, которые должны выполнять военно-воздушные силы. И пока мы не увидим такое прямое управление, не увидим одномоментно до сотни дронов. Вот как россияне, кстати, сейчас с точки зрения грамотности правильно делают. Они около сотни шахетов запускают. Так вот, это вскрывает систему обороны. Ну, они пытаются вскрыть количество, вот называется, коэффициент пресечения превысить. Так вот, и нам надо делать то же самое. А так как у нас плотность ПВО больше, чем у россиян, у нас меньше территория. За счет того, что территория меньше, плотность больше, мы большую часть сбиваем. Россияне это даже в принципе сделать не могут. Они не могут организовать такую плотность ПВО, как она у нас есть. Значит, дырки будут однозначно. То есть это даже Советский Союз в свое время не смог сделать. Они пытались только Москву прикрыть. И то с определенного Азимута, юг, юго-запад, запад. Три линии обороны. Одна, кстати, третья линия обороны Москвы находилась в районе Конотопа. Это северо-восток Украины. Даже на такой дальности. Потому у россиян, сколько бы у них не было зенитно-ракетных комплексов, они плотность не достигнута. Значит, у нас есть возможность уничтожать российские военные объекты на практически всей территории России, вплоть до 7 тысяч километров, по большому счету, для ракеты крылатой. Вот уровень российской той же Х-101. 5,5 тысяч километров крылатая ракета. А что такое крылатая ракета? До звуковой самолетик. До звуковой самолетик. А уже механизмы его управления, снабжения и подрыва, это уже дело техники, которую могут сделать наши специалисты. Роман, ну и глупо было бы, конечно, думать, что россияне не попытаются продолжить энергетический террор. Напомню, что одна из самых массовых атак за последнее время произошла 26 августа. И видим, что россияне опять активно обстреливают объекты инфраструктуры. Различные эксперты пишут, что одной из больших угроз является ракета «Оникс», которую россияне производят очень долго. Вот примерно одну ракету или две в неделю. То есть они за это время могли опять накопить примерно 50, например, единиц за этот период, которых не использовали. Как вы видите, в чем сейчас основная опасность? Просматриваются ли какие-то планы, исходя из тактики последних обстрелов россиян? Ну и, собственно, какие есть у нас силы противодействия? Ну «Оникс» — это вообще-то ракеты берегового ракетного комплекса. Сама ракета, она предназначена для уничтожения кораблей. То есть это связано с определенными морскими задачами. Ну они могут, конечно, работать и по земле, хотя довольно-таки не точно. То есть у него сама система прицеливания, наведения, направлена как раз на отслеживание кораблей. Ибо береговой ракетный комплекс «Бастион» работает «Ониксами», несколько кораблей российских тоже могут ими работать. Но в основном это как раз «Бастион». Дальность применения — ну 300 километров уверенной дальности. И это, опять же, не дает возможности россиянам «Ониксами» работать по глубокому тылу страны. Для нас сейчас опаснее всего баллистика российская. Не только для нас. Баллистическая ракета, если она правильно, грамотно отстроенная, идущая по квазибаллистической траектории, очень сложная цель для любого зенитно-ракетного комплекса. Отсекается сразу применение авиации. То есть по баллистической ракете самолеты отработать просто не могут из-за своих тактик и технических данных. Значит, работать можно по баллистике только зенитно-ракетным комплексом наземного или морского базирования противобаллистическим уровнем, допустим, того же СМТ или Петриота. Это у нас имеется в виду, который у нас сейчас есть. Потому сложность именно противобаллистической защиты для нас сейчас важна. То есть ее надо усиливать. И вот если на что обращать внимание, не на крылатые ракеты, даже не на шахеты, и тем более не на «Ониксы», а именно на баллистику, это на «Искандеры», на «С-300», «С-400» и те же «Кинжалы». То есть противодействовать, пытаться запрашивать у наших партнеров, может вплоть до того, чтобы производить расходники, те же ракеты у себя, как это Испания делает, против баллистических ракет. И самим надо сейчас запускать, сосредоточиться, финансы сосредоточить на производстве баллистических ракет. А крылатые ракеты уже, если так честно сказать, они себя изживают. Почему? Потому что зенитно-ракетные комплексы в достаточном количестве, а авиация в достаточном количестве против крылатых ракет хорошо работает вплоть до уничтожения 95%. Мы очень хорошо уничтожаем российские Х-101, Х-555, калибры. Почему? Это низкоскоростная, если считать в «Махах», допустим, это дозвуковая ракета, до одного «Маха» идет. Низкоскоростная в этом смысле, хорошо заметная, мало маневрирующая цель, по которой практически может работать любой зенитно-ракетный комплекс, начиная от ПЗРК. У нас даже некоторые огневые группы с пулеметов сшибали эти ракеты. То есть вы понимаете, что именно сама концепция крылатой ракеты, дозвуковой, она себя уже и сжила. Поэтому нам надо сосредотачиваться на баллистических ракетах на производстве. Это касается нашего грома, допустим, с увеличением определенной дальности. Ну и запрашивать у наших партнеров противобаллистические комплексы. То есть пытаться прикрыться от баллистики россиян. Хорошо. Роман, давайте перейдем к теме предложений из Штатов. Пока это гипотетические вещи. Wall Street Journal ссылается якобы на некий план Трампа и его окружение. Что он в себя включает? Новоизбранный президент США, который еще в полномочия не вступил, но тем не менее уже понятно, что надо к нему как-то подбираться и что-то обсуждать. Один из основных сценариев предусматривает заморозку боевых действий, по мнению, опять-таки, журналистов, которые ссылаются на инсайт Республиканской партии, с фиксацией линии фронта, создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет. Скажите, пожалуйста, Роман, ну давайте вот с основного начнем. Это заморозка линии фронта. Насколько это вообще реально в состоянии той линии боевых столкновений, как мы видим ее сейчас? Вообще, вот как вы это себе представляете, если это вообще можно представить? Ну, если сначала начать, нет у Трампа сейчас никакого плана. Трамп поставил задачу Веншу сейчас создать там со следующей недели рабочую группу по наработке этого плана. И в эту рабочую группу должны входить наши, в том числе, дипломаты, военные, которые будут предлагать те механизмы, которые для нас приемлемы и технически выполнимы. Не будет в этом плане однозначно механизма заморозки боевых действий. Он просто невозможный. Есть вещи возможные, а есть вещи невозможные. Восемь лет мы стояли, воевали с россиянами с 2014-2015 года до 2022 года. 400 километров границы. Пытались развести войска. Не получается это сделать. Помните, золотое там на несколько километров, и оттуда отходят, эти отсюда отходят. Невозможно. Это невозможно было развести 30-тысячные армии. Тогда 1030 с нашей стороны было, 1030 с российской стороны по Донбассу, 400 километров фронта. Сейчас две полумиллионные армии стоят на ширине фронта в полторы тысячи километров. Горячего фронта тысячи километров. Технически невозможное выполнение задачи. Потому непонятно, кто это предлагает. Скорее всего, люди очень далекие от ведения боевых действий, вообще от решения такого рода ситуации. То есть, это похоже больше на ИПСО, российское, скорее всего, для того, чтобы попытаться продавить некоторое свое видение развития событий. Или, может быть, сразу на старте угробить саму идею выполнения такого рода задачи. Это раз. Второе. Отказ от вступления в НАТО технически Украиной. Технически невозможен. По причине того, что вступление в НАТО прописано, во-первых, в нашей Конституции. Для того, чтобы нивелировать эти статьи Конституции о вступлении в НАТО, надо провести референдум, две сессии Верховной Рады, решение Конституционного Суда. Это нереально в той обстановке, которая сейчас сложилась. Это займет до полугода. Ну, просто вещи есть нереальные. И этот механизм, он просто из области фантастики, не более того. Потому, я думаю, что все эти моменты, связанные с вбросами в информационное пространство пророссийских тем, они все-таки ИПСО. Это чисто ИПСО. Информационная психологическая спецоперация. Не более того, тем более, повторюсь, еще тот же Венс, получив от Трампа задачу, он еще не сформировался даже в рабочую группу. Да, будем надеяться, учитывая, что Зеленский одним из первых мировых лидеров поздравил Трампа с победой. Выйдут они на связь, пообщаются. Кстати, вроде как уже был разговор, да, этот, понятно, наверное, детали пока не обсуждали, но работать нужно. И я так помню, как нам очень многие навязывали, зачем вы вообще с Трампом общаетесь, не надо с ним иметь дело, зачем вы позоритесь. Ну вот, Трамп стал президентом, теперь приходится разбираться. Спасибо большое. Роман Светан был в эфире «Украина сегодня», военный эксперт и полковник вооруженных сил Украины в отставке. Огромное вам спасибо, до свидания. До свидания.